Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным в студии Ирина Хануни-Крамбальская. Подземный сбой в работе. Сегодня вечером было остановлено движение в метро. Инцидент произошел на московской линии. Как нам сообщил сотрудник метрополитена, причиной 10-минутного перерыва стала неисправность стрелки на станции Институт культуры. На данный момент все технические поломки устранены. Движение полностью восстановлено. Начиная погоня в центре столицы, пьяный водитель, уходя от преследования, повредил четыре припаркованных автомобиля. Внимание инспектора в горе автомобилист привлек на проспекте Машерова около полуночи. Сотрудники ГАИ попытались остановить легковушку, но водитель требования проигнорировал и решил скрыться. Началась погоня. Лихач гонял по центральным улицам, нарушал правила, а затем на перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Независимости врезался в припаркованные легковушки. Водителем оказался 23-летний парень из Лицкого района. В отношении него составили 10 протоколов. Ему придется заплатить крупный штраф около 10 миллионов рублей. В результате ДТП был причинен ущерб четырем автомобилям. Водитель был задержан, отстранен от управления. Составлено 10 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Теперь водителю грозит лишение права управления от 3 до 5 лет и штраф по совокупности за все нарушения до 100 базовых величин. Временное неудобство на улице Красноянова и возвращение к привычному на Калиновского и овощное изобилие в Серебрянке. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Ольга Власовец. На прежнее место в столице установили памятную доску в честь госпиталя Калиновского. Мемориальную табличку с бюстом белорусского революционера прикрепили на фасад дворца борьбы на улице Калиновского. На этом месте памятная доска находилась до 1998 года, когда в здании располагался кинотеатр. Впервые ее установили в 80-е годы прошлого века. Теперь после реставрации памятную доску вернули на прежнее место. На вывеске выгравированы годы жизни и краткая биография Кастуся Калиновского. Пробелы на дороге, разобранная тротуарная плитка на улице Краснояновой доставляет много неудобств прохожим. Пешеходная дорожка обрывается на середине и ведет в песок. Рабочие под предлогом благоустройства двора плитку разобрали, а на место так и не вернули. Мечты жильцов об аккуратной территории так и остались мечтами. Плитка пропала, а вместе с ней и строители. Местные жители столкнулись с трудностями. Ходить неудобно и опасно. Ведь за старую плитку можно споткнуться и получить травмы. Очень неудобно стало ходить не только инвалидам, но и обычным жителям этого двора. Конечно, хочу, чтобы все восстановили. Хотя бы восстановили. И не прошу, а больше. Райский садик в центре города. Арбузы, перцы, баклажаны ученики 164-й школы вырастили своими руками. В мини-огороде около 30 культур. Свекла, салат, помидоры, огурцы и перцы. Гвоздь программы – дозревающий арбуз. Школа стала похожа на агроусадьбу со своим овощным садом. В роли земледельцев – дети, учителя и их родители. Совместными силами проращивали культуры, поливали, пололи и собирали. Награду за летние труды – обильный осенний урожай. И первое место городского конкурса «Формула сада». В этом году все посетители нашей школы в качестве сувенира будут уносить не блокнотик с логотипом, а что-нибудь понравившееся им из нашего школьного огорода. Ваши видеофакты «Звонок» могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе «Форум». Звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Здоровый город, врачебная амбулатория, подстанция скорой помощи и общежитие для медиков откроются в столице уже этой осенью. Их строительство подходит к концу в микрорайоне Каменная горка. Амбулатория станет филиалом, перегруженной сегодня 26-й поликлиники. Помещения на улице Женовича будут принимать как терапевты, так и узкопрофильные специалисты. Причем работать амбулатория будет и в выходные дни. Доступнее медицинские услуги станут и для жителей Московского района. В 2014 году в микрорайоне Брелевича откроется новая поликлиника. На сегодняшний день поставлена задача окончания строительных работ по подстанции скорой медицинской помощи в сентябре месяце закончить данные виды работы и, соответственно, взять на контроль совместно с администрацией Фрунзенского района. Это сети, которые ведут к общежитию, которое должно сдаться в этом году. День знаний станет днем новоселья. 1 сентября в столице откроется новая школа. Под номером 51 она будет функционировать в микрорайоне Лошица-4. Школа новостройка оборудована по последнему слову техники. Компьютерные и лингофонные классы, хореографический, спортивный и даже тренажерный зал. Такая база позволяет детям заниматься и во внеурочное время. В школе будут организованы спортивные секции и кружки. Эта школа сразу попадает у нас в интересный проект. Проект, который называется «Электронная школа». Школа с IT-технологиями. Это будет одна из изюминок этой школы. Школа новостройки. Большие планы на День города. Более 70 разнообразных мероприятий по форме и содержанию пройдут во всех районах столицы 14 сентября. Традиционно будут задействованы площадки возле Дворца спорта в Парке Победы и Троицком предместе. Главной площадкой праздника станет Верхний город. Здесь столица примерит на себя сразу несколько нарядов. Театральный, музейный и спортивный. Кульминацией Дня города станет большой праздничный концерт, который планируется завершить не традиционным фейерверком, а лазерным шоу. Сейчас сценаристы прорабатывают возможность его постановки. Спортивные состязания, выступления эстрадных артистов. Что еще меньчане хотели бы увидеть в День города, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Я ожидаю в День города больше музыкальных мероприятий, концертов каких-то, ну больше молодежных. Чтобы это были и детские мероприятия, и взрослые, состязания, и что-то для мамы, для пап. Короче, мама, папа, я спортивная семья. Очень бы хотелось побольше мероприятий и развлечений для детей. Культурных и спортивных, наверное. Абсолютно ожидаем, чтобы посмотреть. Каких-нибудь конкурсов спортивных, там, бегать, прыгать. В каких-то концертах, наверное, интересно. Самое главное, хотелось, чтобы у народа было счастье, веселье. А это значит много иллюминации, много детей красивых, и много-много разноцветных шаров и цветов. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которые всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи!